Смотрите, почему я против смотреть на всю ситуацию узким дозором, то есть нельзя сужать свой взгляд, то есть то, что ты можешь смотреть широко, нельзя. Друзья, вот этот союз, Беларусь это все равно брат тоже рядом, Казахстан это друг рядом где-то, почему мы должны только так, давайте, то есть это хорошо, надо сделать, однозначно, чтобы не потерять Беларусь тоже, так уже Ближний Восток весь потерян, весь потерян. И так, вы не представляете, что происходит в Дальнем Востоке, китайцы купили практически лес, японцы, корейцы, там поток огромнейший, даже если верить или не верить, очень много пророчества есть, которые русские старцы 30 лет назад и 40 лет назад написано в книгах, огромное количество старцев церковных говорили пророчества о России. Не слушать их нельзя тоже, избываются их слова, в 82-м году один из старцев сказал, что говорит, аккуратно с потоком китайцев в Россию покупают все, а мы сейчас объединяемся там, делаем союз с этими, с теми, это хорошо. Но опять все-таки, я бы сделал параллель не только это, то есть нужны, то есть не один у нас президент должен иметься такой же, как и он, много людей, которые действительно 100% он их доверяет, и они знают, что делают, и все были патриоты этой страны, любили сердцем и душой эту страну, и сделали так, чтобы ни кусок с этой стороны, вот ни сантиметр, ни миллиметр не ушел куда-то, чтобы все были, то есть, сейчас еще одна проблема, уходит огромный поток денег из страны, банки, банки российские, имеющие вот средства в мире, уже не, у них столько кэша, потому что все приходят, дают кэш, перечисляйте деньги, перечисляйте деньги, в банках на счетах у них денег нету, потому что все вывозят отсюда, инвестиции, я столкнулся много раз, покажу человеку богатому, говорю, давайте инвестировать будем здесь, есть проект, не, 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 в России нет, сам русский парень не хочет здесь, все активы уже там, инвесторов зарубежных сюда не идут, поэтому обязательно какие-то союзы нужны для развития экономики страны, иначе через 10 лет будет хана.